На сегодняшний день усиливается тенденция того, что одни и те же пользователи имеют аккаунты в трех и более социальных сетях, таких уже порядка 50% по последним данным Комскора. И это, наверное, главный тренд, что наша аудитория любит разные проекты, находит в них для себя интересное и поглощает разного рода контент. Что касается потребностей пользователей, скажем так, прошло время, когда пользователи искали друзей, может быть, знакомились с новыми. Сейчас основная потребность — это обмен новостями, делиться друг с другом какой-то информацией и новым контентом. Отсюда очень сильно видно интеграцию разного рода СМИ с социальными сетями. То есть сами СМИ используют активно наши плагины, шары, лайки и прочее. И соцсети думают о том, как развивать собственные новостейные проекты. Сложно так далеко загадывать, если верить в то, что мы отстаем от наиболее продвинутого американского рынка примерно на этот период, то кардинальных изменений пока мы не ждем. Самое явное, что должно случиться, это невероятное распространение социальной коммерции, то есть все-таки проектов, связанных с коллективными покупками и, в принципе, проникновением е-коммерс в соцсети. Мы в нем уже активно участвуем, поскольку мы были первыми, кто в феврале запустил совместный проект с Группон, проект классной скидки именно по коллективным покупкам. Насколько я знаю, этот проект был первым в России точно, и мы были одни из первых в мире, кто это сделал. «Наклассники» — это проект, который реализует потребность в душевном, теплом общении. Наши пользователи действительно любят проект, и круг их друзей действительно немного отличен от тех, с кем они общаются на других социальных сетях. Тем не менее, мы, естественно, реагируем на то, что пользователям нужен контент, поэтому у нас недавно запустился сервис видео совместно с Рутюбом, у нас совсем скоро появляется музыка, и уже сейчас на определенную долю пользователей, я не помню точные цифры, некий процент пользователей видят наш сервис звонков. Звонки — это инновационный проект, который мы сделали сами, это возможность бесплатно звонить и общаться внутри сети. Программа не требует установки никаких дополнительных клиентов и прочее. То есть общение онлайн — вот это наше новшество сегодняшнего дня. Субтитры создавал DimaTorzok